Это еще немецкое время. Греция на час позже. Первое знакомство с островом. Международный аэропорт Иоаннис-Кападистрия находится примерно в километре от административного центра острова. От аэропорта до нашего отеля нужно проехать порядка 40 минут. Греческое название острова Корфу – Киркира. Это самый северный и второй по площади среди ионических островов Греции. Население острова, согласно переписи 2011 года, составляет 102 тысячи человек. В русском языке распространено название Корфу, хотя правильнее по-итальянски ставить ударение на второй слог – Корфу. История острова связана с историей Греции, с истоков древнегреческой мифологии. Греческое название острова Киркира или Коркера. Оно также является официальным и используется на русскоязычных картах, но в коммерческих целях почти не используется. Остров вытянуть параллельно побережье материка на 65 километров. Северная его часть находится у побережья Албании, а южная – у побережья Греции. Северная часть более широкая, гористая. Южная часть – узкая, невысокая, холмистая полоса. Административный центр острова, город Киркира или Корфу. Там размещен ионический университет. Остров очень живописен и, за исключением южной части, весьма плодороден. Главные производимые продукты – оливковое масло, южные фрукты и вино. Ну и, конечно, важнейшей составляющей экономики острова является туризм. Для многих работа есть лишь во время туристического сезона. Кроме того, в высокий сезон на остров съезжаются студенты со всего мира и совмещают заработок вместе с отдыхом. Они устраиваются в местные отели, рестораны, другие развлекательные заведения. Из Киркира отправляются международные паромы в Италию и на греческий материк, а также на другие ионические острова. Но паромное сообщение разнообразно лишь в туристический сезон. В остальное время года регулярно только сообщение паромом между Киркерой и Игульницей. В следующем видео вы сможете увидеть отель. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.